Уважаемый Сергей Викторович, позвольте представить приветствую вас в Иване. Сегодня мы уже в расширенном составе посетили все вопросы, которые есть в нашей повестке дня. Конечно, сейчас у нас самый главный вопрос ситуации, который сложился на горном парабахе. Как мы должны принять решение по многим вопросам. И самое главное, это гуманитарная сторона вопроса, чтобы нам нужно обеспечить возвращение жителей Арцаха в свои дома. Конечно, сейчас уже намечается довольно-таки хорошая динамика возврата жителей Арцаха в свои дома. И фактически просисленные роддворцы, они уже находятся в тех местах, которые намечены. Они уже обеспечивают безопасность. И это действительно очень важный фактор для обеспечения безопасности жителей Нагорного Карабаха. Но есть еще там вопросы, которые не решены, которые остаются открытыми. Как дальнейшем можно обеспечить, как мы будем обеспечивать использование права жителей в нескольких районах, кто будет обеспечивать безопасность наших соотечественников, как это будет реализоваться. Это, конечно, вопросы, которые находятся в нашей повестке. И мы должны обсудить это и принять решение по этому вопросу. Спасибо большое, уважаемый Николай Владимирович, за теплый прием нашей делегации. Она прибыла сюда по вашей договоренности с президентом Путиным, с предминистром Мишустином, для того, чтобы провести обзор всех направлений нашего сотрудничества, наших союзнических, стратегических отношений. И, конечно, на первом плане у нас вопросы, связанные с необходимостью решения проблем, которые сейчас возникли вокруг Нагорного Карабаха. Заявление от 9 ноября дает возможность все эти вопросы решать на основе договоренностей, которые были зафиксированы на бумаге, подписаны тремя лидерами. И прежде всего это касается возвращения беженцев и решения всех гуманитарных вопросов нынешней ситуации. Мы этому привержены. Вы уже сказали спасибо за высокую оценку той роли, которую наши миротворцы играют, в том числе не только для обеспечения безопасности, как главного составляющего компонента их мандата, но и для повседневного содействия людям, которые возвращаются и которые нуждаются в гуманитарной поддержке. И в дополнение к той роли, которую играют миротворцы, Межведовственный центр гуманитарного реагирования, который создается по указу президента Путина и уже приступает к работе, тоже будет конкретно заниматься всеми этими вопросами. Как я уже вам рассказывал, мы активно привлекаем международные организации системы ООН, поощряем их к тому, чтобы они более активно, более инициативно проявляли свои возможности для жителей этого региона и активно поддерживаем Международный комитет Красного Креста, который работает в том числе и в Карабахе. Ну и весь комплекс наших отношений будет рассматриваться в ходе нынешнего визита по линии профильных вице-премьеров российского правительства, по линии министров здравоохранения, министра по чрезвычайным ситуациям. Вы уже встречались с министром обороны Российской Федерации, генеральный директор российских железных дорог, господин Белозеров, тоже здесь находится. Убежден, что по итогам всех этих отраслевых переговоров будет вырисовываться такая позитивная, комплексная картина, которая будет продвигать наши отношения вперед и которая будет, мы этого искренне хотим, поддерживать ваши усилия по стабилизации обстановки в Армении и по решению проблем, связанных с Нагор на Карабаху. Продолжение следует...